Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и просторы Ютуба и интернета все больше и больше заполоняет слух по поводу того, что мы ожидаем ближе к лету добавления новых тяжелых танков, а именно танков Чехословакии. Ребят, перед тем как продолжим, хочу попросить каждого из вас поддержать канал своими подписками, лайками, комментариями. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Если имеете возможность поддержать финансовое развитие канала, пожалуйста, есть донатная ссылочка в описании и можете отправлять свои подарочки через игровой магазин, на который я с удовольствием сниму обзоры. Спасибо вам огромное за поддержку в развитии моего канала. Кроме вас, меня поддержать просто некому. Итак, ребятушки, смотрите, какая новость ползает. Ползает новость по поводу четырех тяжелых танков, которые будут добавлены в игру. В частности, в игру будут добавлены, согласно вот такому вот предположению, которое вы видите на экране, четыре танка после Шкоды Т-25. Так это будет или не так, безусловно, проверенной информации нет. Но, ребят, что смог нарыть, тем и делюсь. Информация не проверенная, не официальная. Официальной информации в принципе нет про эти машины, есть только слухи. Так вот, ребят, на седьмом уровне будет, скорее всего, танчик ВЗ-44-1. Технические характеристики, которые вы видели только что на экране, это не окончательные технические характеристики, это просто предполагаемые ТТХ, они могут меняться, а может быть этого танка вообще не будет, поэтому не обязательно брать это прям за основу, что вот так это будет выглядеть. На восьмом уровне будет ТНХ-105-1000 с предполагаемыми вот такими вот техническими характеристиками. Машинка довольно прикольная по внешнему виду, кого-то она мне напоминает, но кто-то со мной не согласится, что к 53ТП он навряд ли имеет какое-то отношение. Хотя какие-то, в принципе, черты, согласитесь, где-то как-то пересекаются. На девятом уровне у нас будет ТНХ-ТВЗ-51. Довольно прикольная по внешнему виду машина, я так понимаю, что скорее всего играться она будет так же, как венец этой ветки, просто на девятом уровне. Вот приблизительно, как знаете, Эмиль-2 и Кронваген, очень похожие между собой машины, просто Кронваген немножечко в чем-то круче и интересней. Ну и на десятый уровень будет установлена ВЗ-55. Я больше чем уверен, что вот кто-кто, а вот этот танчик, он будет венцом этой ветки, если ветку, в принципе, будут вводить. Машинка очень красивая, очень интересная. И насколько я понимаю, я пообщался с другими ребятами, кто играет в большие танки, и по разговорам с ними, по общению с ними. Я для себя понял, что ВЗ-55 играется в больших танках приблизительно, как игралось бы, что-то среднее, в нашем случае, между 60ТП и типом 71. Вот от каждого из них что-то хорошенькое. Хорошенькая альфа, приятное время перезарядки, нормальная точная пушка. И не имбовое, но хорошее бронирование, да, то есть не ультимативное, как у типа 71, а все-таки приближенное к большей реальности, к такой, которого можно будет пробивать. Вот так вот приблизительно будет выглядеть веточка новых тяжей, которых я лично очень сильно жду. А напишите свое мнение по поводу ожидания от предполагаемой тяжелой ветки. Ветки, заинтересованы ли вы в том, чтобы ее добавили. Ну и, в принципе, делитесь своим мнением в комментариях под моим видео, я пытаюсь отвечать практически всем. Спасибо вам большое, всех благ, огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И до новых встреч в эфире. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok